Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели 14 часов 11 минут на часах Меня зовут Вадим Родионов Это программа «Встретились, поговорили» Вместе со звукорежиссером Родионом Золотаревым Мы сегодня работаем в студии И я с удовольствием представляю нашего гостя Это пианист Андрей Осокин Андрей, здравствуйте Здравствуйте 4 июля в Дзинтере вы вместе с Виртуозами Москвы Представите свой концерт Да, новая программа Это будет впервые у меня встреча С солистами этого легендарного оркестра Это слушателям будет такая фантастическая возможность Услышать нашу первую встречу Я надеюсь, что это не последняя И что мы потом создадим много интересных других программ Но вот это будет такое рождение этого ансамбля Это всегда страшно интересно Но вы играете с легендой У вас есть ощущение, что вы играете с легендой? Да, 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 конечно Это музыканты, которые объездили весь мир Это музыканты, которые играли с лучшими дирижерами С лучшими солистами И сами являются феноменальными Ну, Виртуозы Москвы, конечно И поэтому для меня это очень такое волнительное Волнительный момент Я надеюсь, что это будет так же волнительно И это будет так же приключением для слушателей Приключением через очень разнообразную музыку От Шуберта до пиацоллы А как составляли репертуар? Мы хотели составить так, чтобы было одно очень мощное произведение Классическое, но которое Ну, какое-то тоже особое для нас всех И это будет Шуберт, квинтет, форель Знаменитое произведение Я думаю, что тему из него знают все по фильмам Оно очень часто звучит Особенно, когда какой-нибудь злодей хочет что-нибудь очень плохое сделать Но очень так продумывает все Мориарти, каннибал лектор Вот звучит такая вот красивая, очень чистая классическая музыка В Голливуде это любят использовать И вот эту тему из форели Это вариации Очень часто просто вы узнаете эту тему Это огромное произведение Одно из самых значительных для Шуберта В нем, как всегда, есть очень много света Очень много трагедии И, как всегда, совершенно невероятно Что человек, которому было чуть-чуть больше 20 То есть значительно меньше, чем мне Мог такое написать Это совершенно удивительно Вообще Шуберт один из моих любимых композиторов Хотя очень такой опасный композитор Потому что он очень-очень как-то он такой Между жизнью и уже тем миром обитает И поэтому это всегда очень опасно То есть вы заглядываете в тот мир, когда играете Приходится, когда я играю, да Слушать им немножко легче Потому что им кажется, что это просто ангельское пение Но в отличие от Моцарта Там гораздо больше слабости И какой-то такой меланхолии Все-таки Моцарт невероятно здоровый человек Хотя, может быть, и не человек Но он все-таки очень много энергии Хотя реквием, мы помним Но это все-таки реквием Он написал 600 произведений до реквиема И в основном все они в мажоре У Шуберта тоже невероятное количество пьес Его тоже под 600 песен Каждый из которых шедевр Мы знаем всего несколько Вот в том числе эту песню «Форель» С очень интересным текстом о том Как поэт увидел, как рыбак ловит рыбку И вроде бы это красиво Райская такая идиллия Но потом ему стало очень жалко этой рыбке Которую съедят И в этом вот такая вот немножечко слеза Но при этом очень счастливое ощущение мира И того, как все в нем происходит Ну вот поэтому он эту пьесу решил развить В огромный-огромный квинтет Который идет 40 минут в пяти частях Страшно интересное произведение А во второй части таким контрастом Будет музыка пиацолла Будут его знаменитые времена года Знаете, этот анекдот по поводу времен года Сколько всего времен года? Их уже давно не четыре Уже композиторов, которые написали Вивальди Вивальди Чайковский Пиацола Десятников Ну и так далее Васк И так далее И так далее Их очень много Но что важно Что на этом Это как концерт для скрипача и ансамбля И к нам присоединится Два потрясающих вунтеркинда Один из России Чирич Был лауреат огромного количества конкурсов И один из Латвии Даниил Булаев Любимец нашей публики Которого я думаю, что вы знаете Слушатели знают ваши Очень хорошо Я впервые с ним буду Играть вместе Мы были на одной сцене Когда были концерты у Галланта Но тогда он был совсем юн Ему было 11-12 лет Он всех поражал своей виртуозностью Но он был как бы талант и Галланта То есть в категории чудо-ребенка Чудо-ребенка А я играл уже к концу концерта Я поэтому готовился Никогда не было возможности его услышать А теперь мы будем вместе музицировать Он только что выиграл конкурс Имени Леонида Когана Это престижнейший Скрипичный конкурс И это страшно интересно Как вундеркинд превращается в большого музыканта Знаете, это очень сложный процесс Потому что я вспоминаю Полину Осетинскую Она как раз была у нас в программе Абонент доступен И рассказывала, что когда ты ребенок Тебе многое прощают Ты чудо-ребенок, ты гений Тебе готовы простить какие-то огрехи Конечно Перейти из этого статуса в статус взрослого Серьезного музыканта не всегда просто Я думаю, что ему очень повезло с педагогом Нелли Саркисян Выдающийся педагог Большой наш друг И мой, и моего отца Она ведет его так Чтобы он не мог увлечься этим успехом А развивался И это страшно важно Потому что, когда музыкант развивается В принципе, мы развиваемся в музыке до 80 Вот сколько Бог даст Столько мы живем Сколько мы живем Горовицы Конечно В 80 лет это совершенно новый Горовицы Совершенно новый пианист С той же феноменальной техникой Но при этом с какой-то невероятной глубиной С какой-то такой детскостью Такой инфантильностью Как он говорил, что у него есть и ангельское Демоническое начало Но вот когда ему 80 Уже демоническое Немножечко уже ушло на второй план А ангельское Концерт Рахманинова Который он играл Концерт Рахманинова Конечно Ну тут феноменальные записи То есть у нас это марафон У всех музыкантов И поэтому понимать то, что успех в 12 лет Это замечательно Это огромная заявка Но нужно думать Каким ты будешь в 20, в 30 Каким ты будешь в 50 Какие у тебя планы Что ты хочешь сыграть Что ты хочешь создать Это очень важно Это можно предсказать? То есть вы можете смоделировать Свою профессиональную жизнь Или все-таки эти изменения Они не подвластны иногда Каким-то планам Мне кажется Мне кажется, что моделировать нужно Нужно строить планы Нужно, чтобы эти планы были Очень амбициозными Безусловно Но, конечно, вы никогда не скажете Ну, никогда не знаете Как все будет на самом деле Конечно, может вдруг вас увести В какую-то другую сторону А потом, наоборот Уже с новым умением Вы вернетесь Это может быть очень по-разному Мы ведь и композиторов для себя Открываем по-разному Как и писатели Очень часто Вот я помню Прокофьев, который все время Говорил, что Шопена Ну вот, ну никак не понимает Ну никак не слышит Ну это все жеманство И так далее А вот к концу жизни Хотя он тоже прожил Не очень долго Прокофьев Он все-таки как-то оценил То есть он для себя Другого композитора Открыл Это часто бывает А бывает наоборот Мы помним, как Толстой Все-все-все сильнее и сильнее Его раздражала фигура Шекспира Да, эти знаменитые письма Письма о том, что там Король Лир Это просто, ну ужасно Плохо А это не ревность, случайно Кстати, которая присуща Таким гениальным фигурам Я думаю, что Большой автор Большой создатель Он должен как бы всех отодвигать Он должен все разбрасывать Все со стола убрать Оставить только себя И творить И брать только тех Кто его вдохновляет Очень часто Кто слабее А тех, кто равновелик Ну Толстой и Шекспир Безусловно равновелики К тем обычно ненависть Потому что Ну потому что Если он согласен со всем Что сделал Шекспир Зачем что-то писать Ну Шекспир уже все написал Все, до свидания А если он не согласен То есть смысл А вам не тяжело Среди вот этой Монументальной Среди этих монументальных величин Потому что музыкант Когда Садится за портепиано Он ведь все-таки Погружается в мир Того композитора Которого он играет И там сплошь гений Там сплошь гений Это огромно Для нас На мой взгляд Это не минус Это как раз плюс Что мы все время Обогащаемся Потому что Как я уже говорил Про Шуберта Музыка одного Великого композитора Она очень многогранна Конечно Моцарт Очень светлый И счастливый композитор Но там есть и трагизм Может быть Несколько тактов В миноре И совершенно по-другому Мы видим этот мир Нам кажется Что он вдруг стал Как такая детская открытка Счастье Но при этом Мы вспоминаем Что у детства Уже прошло Уже слезы на глазах То есть он умеет Одним каким-то штрихом Все изменить Любой композитор Многогранен Многогранен В музыке Любого композитора Можно найти то Что сейчас мне важно То что сейчас меня волнует И с этим Как бы Как сказать Проводом Подключиться И дальше уже там Плавать В этом озере Или море Или океане Ну вот вы упомянули Моцарта Мне приходит на ум Грик У которого такая Светлая музыка Светлая Но в то же время И печальная Грик это совершенно Невероятный композитор Мне всегда Музыка Грига Ассоциируется С восторгом Потому что Это композитор Несмотря на то Что он романтик Он очень светлый В нем почти нет мучения В нем есть Или очень чистая Такая детская грусть Или что-то очень Такое веселое Или сказочное Сказочное Пещера Да Горного короля Но это же в общем Это не Седьмая симфония Шостаковича Это не Не фашистское Полчища на вас Движется Это в общем Троллик Который Ну 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 Приятно Приятно Вы понимаете Что с вами Ничего не случится Когда эта пьеса Закончится Вы только будете Громко хлопать Да То есть Грик это такой Композитор Который как бы Ушел в такой В какой-то астрал Ушел в какой-то Совершенно свой мир Удалился от Всех политических баталий И стал писать музыку О детстве О природе То есть Это не миссиан Да С таких разных композитор С таких разных композитор Я не знаю Я не знаю Я не знаю Играть Женитьбу Фигара А потом Выйти в образе Гамлета Это совершенно По-разному Все должно быть Другой Звук должен быть Другой Человек Пальцы должны быть Другие Кости должны По-другому Как-то себя ощущать Это важно Такое перерождение Профессионализм Говорит о том Что его нужно Сделать быстро Но все-таки Человеческий организм Это какой-то Такой объект Но нужно Нужно время Чтобы перестроиться Или как В нашем концерте Будет Шуберт А потом Пиацоло Тоже нужно время Чтобы почувствовать Эти ритмы Эту резкость Этого танго И при этом Невероятную Такую Обволакивающую Романтическую Красоту И чувственность И время ведь Это разное время Совершенно разное время И живы те Кто работал Спитцолой Конечно То есть он современник Он современник Его традиция Жива И развивается И это страшно интересно И он Композитор Который считался Ну Пишет там Какие-то танго Сидит у себя В Буэнос-Айресе Ну молодец 1960-е 1930-е Это же гениально А сейчас он Абсолютно Завоевал весь мир Да То есть Это что-то Очень интересное В чем-то похоже На Шуберта У которого У которого Не признавали его друзья Ну и казалось Ну пишет песни Пишет Есть даже анекдот Что некоторые Не хотели Петь его песни Ну современная музыка Давайте мы лучше Моцарта будем петь А потом Вот он стал Одним из самых Знаменитых Его Сиренада Его Ава-Мария Ну потрясающие Его опусы Их все знают И он стал Одним из главных Композиторов Мира То есть Пит Соло сейчас Переходит Вот как раз В категорию Классических музыкантов Он в этом переходном Периоде Или он уже Перешел Я думаю Что он В очень интересном Периоде Потому что С одной стороны Сейчас его играют Очень много Может быть больше Чем многих других Романтических Композиторов С другой стороны Все-таки К нему отношение Как к такому Легкому композитору Композитору Легкой музыки Ну вот Что-то такое И вот как-то Между Интересно Во что он В каждом Конкретном концерте Во что он превратится Вот в нашем концерте С виртуозами Это будет Все-таки Легкая музыка Или это будет Серьезная музыка Жизнь Рождение Расцвет И смерть Вот эти Четыре времени Года Это будет что-то Все-таки Ну вы хотите Взять вино Шампанское Как-то прогуливаться По залу Или вы сидите Слушаете И вы просто Боитесь пошевелиться Настолько это Вас захватывает А это вопрос Интерпретации Это вопрос Интерпретации Это вопрос Насколько вы Ну какие вы Расставляете акценты Насколько вам важен Какой-то нерв Внутренний Или наоборот Такая расслабленность Почти джазовая Вам нужен Какое-то Такое Нагнетание Вот этого танго Который становится Таким Судьбоносным Как вихрь сметает И ломает Вашу судьбу Или судьбу героев Да мы знаем Любовь ломает Судьбу Преображает Но и ломает А может быть Может быть Это будет Как такое Что-то очень Вдалеке Вы наблюдаете За этим Легко И в общем Непринужденно Ну посмотрим Как у нас это будет Вот для этого Репетиция Для этого Вот будет Это Несколько дней Чтобы поделиться Своими концепциями Друг с другом И чтобы родить Что-то Чего нет На отдельных концертов Не у меня Не у них А что есть только На общем концерте Но у виртуозов Ведь есть программа Питцоли посвященная У них есть Безусловно У них огромный Репертуар Да И я тоже Сольно играл Питцолу Мы даже с Ксенией Сидоровой Однажды играли Питцолу По-разному По-разному Складывается судьба Но вот как-то Так получилось Что этот композитор Вдруг Он На этом концерте Всплыл Как такой вариант Питцола Многим известен Как автор Либертанга Хотя у него Масса произведений Например Ну лично для меня Очень важное Произведение Питцола Это 1930 И 1960 Да Безусловно Мне кажется Это гораздо Они гораздо более Атмосферные Либертанга Просто самая известная Ну да Самый такой хитовый Но мне кажется Что вы совершенно правы Потому что Стиль Стилизации Которую он мог Создавать Может быть Там лет 50 назад Они казались Ну просто такой Игрой со стилем Игрой со стилем А сейчас для нас Это время Страшно интересно И поэтому нам кажется Что это Это как документ Того времени Это эпоха Это эпоха И мы эту эпоху Ну как в каком-то Красивом Костюмированном Фильме Мы как будто Погружаемся В 19 век Или в Ренессанс Или еще куда-то Или в Древний Рим А здесь вот мы Погружаемся В то время Которое он застал Которое ему было Актуально И которое он так Мастерски Воссоздал Что мы это время Уже знаем По Пиацолле А не по каким-то Документам Или к фотографии Ну вот интересно Что Галина Языфович Литературный критик Она отвечая на вопрос О том как определить Может ли стать Книга гениальной Сказала о том Что если она становится Сгустком времени Вот этим секретиком Который мы делали в детстве Который в общем-то Идет через время И становится символом То в этой книге Есть шанс Стать гениальным В музыке То же самое получается Ну вообще большой вопрос Что такое гениальность Это очень большая тема То есть кто-то говорит Что в гениальности Обязательно должна быть Какая-то экстравагантность Непохожесть На что-то другое То есть если Мы возьмем там Например У Васкса нет Экстравагантности У кого? У Васкса При этом мне кажется Его музыка Близка по крайней мере А иногда другой Другой Как бы важный Критерий То есть Какая-то глубина И сила воздействия И эта музыка Например музыка Баха Он в принципе Не революционер Бах Он создавал Произведения В тех жанрах Которые уже были К его моменту К тому Как он вот учился Он лишь довел До абсолютного совершенства Все те жанры Которые уже существовали То есть В принципе Его как бы Нельзя назвать Новатором Или каким-то Вот таким Совершенно Незвергателем Так же Как Шекспир Который брал Сюжеты Которые уже есть И просто Их перерассказывал Немножко лучше Да Но вот Мне ближе То что Такая масштабность И глубина Когда это произведение Как айсберг Вы видите Только его вверх А еще там Спрятано Под водой Столько всего Многого Вот когда этого Под водой Очень много Тогда можно сказать Что это гениальность А для кого-то Энди Ворхол Потому что Вот он как-то Видел необычно Да И вот он мог Какую-то Финтифлюшечку нарисовать А вот гениально То есть По-разному Мы сейчас сделаем Небольшой перерыв Потом вернемся И продолжим Андрей Осокин Пианист Музыкант У нас сегодня В гостях Оставайтесь с нами Мы скоро вернемся Мы продолжаем Эта программа Встретились Поговорили В студии работает Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И у нас в гостях Сегодня Пианист Музыкант Андрей Осокин Андрей еще раз Здравствуйте Здравствуйте Телефоны прямого эфира В нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните Задавайте свои вопросы Также пишите Ватсап 230-6191 Мы говорили В прошлой части О времени Если говорить О 20 веке О советской Музыкальной школе Потому что Ну мы знаем Шостакович Мы знаем Прокофьева Мы меньше знаем Сверидова Который написал Время вперед Например И это долгое время Простите За тавтологию Эта музыка Была заставкой Программы Время Но при этом Это совершенно Разноплановый композитор Который Как мне кажется Еще до конца Не оценен Вот как вы считаете Мне кажется Мне очень радостно Что вы Вадим Это имя Упомянули Мне кажется Что Сверидов Это композитор С которым Еще случится Возрождение Может быть Через 10 Через 20 лет Его музыка Когда она Перестанет Ассоциироваться С составкой Программы Времени Так же Как Для некоторых Людей Концерт Чайковского До сих пор Ассоциируется С вот этим Надою Улучшились Поля Пятилетку За 3 года И музыка Концерта Чайковского Им трудно Слушать Это вступление Я думаю Что с музыкой Интересно С разных сторон На это время Посмотреть Я думаю Что через какое-то Время Эта музыка Станет Очень известной И очень часто Играемой Потому что В ней есть С одной стороны Советскость Которая Я думаю Что лет через 20 Будет страшно Интересна Вообще Что это было Не будет людей Которые там жили А будут люди Которые страшно Интересуются Что это был За Какой-то русский Советский авангард То есть Может дойти по этому пути Я думаю Что русский авангард Начало века Завоевал весь мир Это абсолютно безусловно Но вот культура 60-70-х годов Она все-таки Осталась еще Внутри Ну скажем так Русскоязычной культуры Много Много из нее вышло Например тот же Шнитке Или Губайдулина А вот Сверидов Пока еще нет Но мне кажется Что это композитор Такого высокого уровня Что скоро Вот эти элементы Такой вот Как бы очень правильной Очень позитивистой Советской Эстетики В его музыке Они очень скоро Станут страшно интересны Но он ведь Парадоксальный композитор Он писал Церковную Духовную музыку Пока это немножечко Не слышат Пока это немножечко Вот тоже время вперед На мой взгляд Если убрать То что эту музыку Как-то использовали По телевизору Эта музыка Достаточно страшная Потому что она Начинается Как что-то Очень прекрасное Вот вам кажется Что вы Сидите на этом Комбайне И вот-вот Вы так сказать Строите эту гэс А потом Когда эта мелодия Идет наоборот Сверху вниз В конце Уже кажется Что эта плотина Прорывает И на вас Вся эта вода И так сказать Все эти комбайны На вас едут То есть время Как нечто прекрасное В молодости И как нечто ужасное В старости И это он вложил В эти три с половиной минуты Это потрясающе Это говорит о том Что это композитор Очень большого уровня И это говорит о том Что Естественно Композитор очень разносторонний Он писал ли кино Там это легкая музыка Он писал Духовную музыку Это все Вообще трудно Представить Как композитор Как человек Мог один Объять такую Огромный Такой огромный диапазон Нам кажется Что только Шостакович Такое делал Или Шнитке Может быть А нет Не только он Не только он писал И вот Что-то такое легкое И что-то совершенно Вообще для себя Что может быть Даже не для того Чтобы это играли А для того Чтобы как-то Метафизически Развиваться То есть получается Что когда Сверидов писал В общем Его воспринимали Слишком буквально Сегодня Мы смотрим На него уже Через метафору Пока еще нет Или еще пока нет Я думаю Что через Как вот Я знаю Что Хворостовский Много пел Его романсы И очень с большим Успехом Я думаю Что должен Прийти музыкант К которому Эта музыка Будет очень Как мы говорим По шерсти И который Начнет его играть Очень много То есть Сверидова Еще нужно открыть Конечно Так же Как вот Произошло Открытие Мячеслава Вайнберга Композитора Которого считали Ну такой копией Шостаковича А благодаря Гидону Кремеру Благодаря тому Что Кремерата Играет огромное количество Опусов Этого Композитора Который действительно Написал очень много И это настолько Разнообразная музыка Настолько Она Не похожа Ни на что И не похожа Она на Шостаковича Она совершенно Похожа Только на Вайнберга Что вот этот Композитор Он стал В ряд С другими Великими Музыкантами 20 века Это происходит Вот почему-то Как-то так Вот Звезды сошлись Что вот Именно он Сейчас интересен Это обязательно Происходит Нет Это не обязательно Я вообще не знаю Я думаю Что например С барочным Периодом Это происходит Сейчас Очень много Композиторов Времени Баха И Скарлатти Сейчас на концертных Эстрадах И Оперы Их ставятся Ну и просто там Барокко Какое-то С победным Шествием Идет И по оперным Театрам И по концертным Залам Но При этом Я не знаю Что будет с музыкой 20 века В 20 веке Так много Что может быть К сожалению Кого-то мы потеряем Может быть Так будет Потому что Все Вспомнить Все-таки В 17 веке Писали Ну не так много Людей Могли писать Музыку А в 20 Их было Очень много И очень много Людей писали Что-то в стол А что-то для того Чтобы заработать Деньги И мы их знаем Вот по этим Каким-то Очень внешним Очень легковесным Каким-то Опусом А мы не знаем Что вот там И к тому же Если вы думаете Что вот взяв Листок партитуры Можно понять Гениально это или нет Ну вообще-то Нельзя так сделать Это произведение Нужно сыграть Может быть Сыграть еще раз Все мы знаем Знаменитый случай Который практически Чуть ли не поставил Крест на Рахманинове Как композиторе Когда его симфонию Глазунов продирижировал Неудачно И после этого Рахманинов два года Не мог писать Ему казалось Что он не композитор Мало того То есть музыкант Интерпретатор Может все исправить Конечно Он может сделать Очень много Он может просто Уничтожить талант Он может уничтожить Веру в себя Особенно для такого Меланхолического Неуверенного в себе Композитора Как Рахманинов Которому Он чувствовал Что он немножечко Опоздал Что если бы он жил 50 лет назад Было бы здорово А он уже Уже Стравинский Уже Дебюси Они уже по-другому пишут Уже авангард начался А он еще продолжает Эту романтику И ему казалось Что его музыка Никому не нужна И плюс Такой огромный удар Что его музыка Оказывается плохая Ну это невероятно Вообще трудно представить Что он пережил Но это случается Поэтому для нас Для музыкантов Очень большая Исполнителей Очень большая ответственность Когда мы играем Новую музыку Вот у меня например 25 Октября По-моему Будет концерт Новое произведение Юриса Карлсона Нашего большого мэтра И это невероятно Ответственно Потому что От того Как мы с оркестром Сыграем эту музыку Зависит и ее судьба И то Что дальше Этот автор напишет Или он скажет Ну не хочу писать 10 лет Не будет ничего писать То есть все в ваших руках В прямом смысле Может быть это Немножко как-то так Эгоистично И нарциссично Но очень многое В руках исполнителя Безусловно Можно сыграть Баха так Что вам не захочется На классическую музыку Ходить лет 10 Или 20 А можно Баха сыграть так Что вы будете просто Фанатеть Вы сделаете себе Плейлист из 100 Часов музыки Баха В разных исполнениях И вы там 3 года Уйдете в эту музыку Это Поэтому люди и ходят на концерт Потому что Это уникальное Вы не можете это получить В записи Это какое-то уникальное Ощущение Когда выходит на сцену Человек такой же Как вы И с помощью Какого-то приспособления Будь то скрипка Или рояль Достаточно древнего Достаточно архаичного Создает что-то Что в вас Рождает Вибрации души И во всяком случае Вы начинаете думать Есть у вас душа или нет И так далее Это как такой тренажер Для эмоций Ну хотя бы Если мы говорим про эмоцию Если мы не говорим про душу А вы ходите в фитнес Вы бегаете Вы ворочаете Огромные какие-то мешки Или моете пол Вы работаете А вот послушать И почувствовать Что внутри вас живет Это возможно только на концерте В записи вас что-то отвлечет Вы параллельно будете писать Запись уже случилась Мы это понимаем Запись уже случилась Мы понимаем Что ничего не изменится Да ничего не изменится Вот я знаю Что когда Я очень волнуюсь Например слушая Ну я знаю Мои родители волновались Когда я играл на конкурсе Хороший способ Послушать уже в записи Потому что ты знаешь Что уже ничего не изменится А когда ты слушаешь лайв Ты понимаешь Что вот-вот сейчас Может быть палец не туда пойдет И все Все остановится Катастрофа Ужас Это же невероятно трудно И ты не можешь помочь В отличие от Когда ты на сцене Все-таки ты как Управляешь этим самолетом А тут ты как сидишь Ты же при этом вовлечен Самолет трясет И ты просто не знаешь А что сделать Ты даже не знаешь Что сказать этому пилоту Ты даже не знаешь Как до него донести Что слушай Я боюсь Вот это Эти ощущения Они Поэтому нам Мы продолжаем жить Вместо того Чтобы Сесться в телефон И в общем В этой позе И так сказать Отчалить Потому что там же Так все интересно Тем не менее Все равно человек Выходит из дома Выходит из комнаты Не слушая Так сказать Советы Бродского И что-то делает Это прекрасно Вот вы упомянули О том что человек Может вернуться домой Загрузить плейлист И слушать Баха Как вы относитесь К популяризации Классической музыки Мы упоминали Уже за эфиром Хаузера Велончелиста Который собирает Огромные стадионы И у него Я слушал недавно Вальш Шостакович По-моему Второй 37 миллионов просмотров Или Ванесса Мэй Ну это классический пример Уже Хотя Ванесса уже Столько не собирает Сейчас Хаузер Такая новая звезда Да И сейчас таких звезд Больше чем Там было лет 20 Когда 20 назад Когда была Ванесса Да Это происходит В классическую музыку Приходят элементы Рок-музыки Элементы Скажи Даже не рок Это все-таки Упрощение Я бы сказал Знаете Есть рок-музыка Это все-таки Серьезное явление Гребенщиков Это большой мастер А есть поп-музыка Когда на три аккорда Очень что-то простое Ты ушел Ты не пришел Я плачу Течет дождь И все И 10 миллионов просмотров Потому что В очень красивом костюмчике Девочка танцует И это приходит И в классическую музыку И одежды И в оперу Это приходит Когда все то ли голые То ли раздетые В общем это какое-то Неприличное зрелище Очень многие оперные постановки Сегодня По-моему проще смотреть Фильм категории 18 плюс Чем идти в оперу Что страшно интересно Поэтому все туда идут Было многими заложено Конечно Поэтому все туда идут Ну вот Поэтому Да Ну такая Вот таков мир В котором мы живем Мир в котором Мгновенно Какое-то удовольствие Которое вы получаете Просмотрев Три секунды Какого-то видео Даже вы еще не услышали Что там за мелодия Да А вам видите О здорово Красиво снято Красивый мужчина Сидит Рот открыт Волосы туда Все в общем Рубаха распахнута На виланчере Вот вам хочется Это смотреть Да Ну что мы Мы ничего не можем сделать Мы можем предложить Только От этого обогащаемся Потому что Допустим Человек Который 37 миллионов просмотров То есть 37 миллионов человек Посмотрели Вальс номер 2 Шостаковича И кто-то из них узнал Что есть вальс номер 2 Шостакович Я согласен В этом есть Я думаю Что это Знаете Это как Ну Я не знаю Можно ли говорить слово Наркотик у вас на радио Но это как что-то Очень такое опасно С одной стороны Скажем как алкоголь Да С одной стороны Вы можете решить Многие свои проблемы Какие-то зажатия У вас может пройти депрессия Если вы выпьете Немножечко Ну как-то все Жизнь решится Да А может наоборот усугубиться То есть с одной стороны Да Эти люди услышали Что такое Шостакович С другой стороны Я не верю Что они будут в состоянии Слушать Многие из них В состоянии слушать Симфонии Шостаковича Им захочется Опять конфетку Им захочется Опять что-то очень сладкое Может быть даже не алкоголь Не алкоголь А конфетки Да То есть мы Лет сто назад У человечества Не было такого количества Сахара В доступности Как сейчас И различных Е-327 Это вот это И со всеми этими Всякими Нехорошими Концентратами Различных Химических Веществ Которые казалось бы Не должны быть в продукте Если написано Что например Это сок А там столько Всего химии Какой-нибудь Вот здесь То же самое С одной стороны Это Шостакович С другой стороны Там очень много Сахара Если вам нужно Чтобы принять Шостаковича Взять килограмм Сахара Окей Хорошо Тогда может быть Потом вы Перестанете кушать Сахар Будете слушать Шостаковича Но я очень боюсь Что вы будете Кушать именно Этот сахар Вы от Хаузера Вы пойдете К чему-то проще А не чему-то сложнее Вы пойдете Не хочу никого обижать К такой поп-музыке Которая вас радует Первые три секунды И вы уже все И вы уже все хорошо Да Вот немножечко Я очень опасаюсь Вот этих вещей Да И поэтому Поэтому В отношении К Ванесси Мэй Было очень Неоднозначным Нельзя было сказать Ой ну наконец-то Классическую музыку Начали играть В шортиках Ну здорово Нет Ну вот да И с барабанами При том что Это можно сделать Очень тонко Это можно сделать Очень здорово Есть музыканты Которые делали Мы уже с вами Говорили про Кремера Который замечательно Виртуозно Сочетает Романтическую музыку И современную музыку Показывая Что романтическая музыка В общем Очень экспериментальна И Шуман Был большой экспериментатор А современные композиторы В общем Очень большие романтики Да То есть Он это показывает Но это делается В невероятно Стильной И невероятно Глубокой В глубоком решении А где проходит Вот эта грани Скажем А ее нет Я думаю Что для каждого человека Это индивидуально Для кого-то И Хаузер Слишком серьезно Ну что он сидит Мог бы бегать По сцене С виолончелью Да А для кого-то Хаузер Немножечко Ну чуть-чуть Все-таки Его врата топ Немножко слишком Да Вот я Вспоминаю Эпизод Это связан с балетом Когда Захарова Приезжала в Ригу Она танцевала И классику И модерну Я понял Что и классику И модерну Я воспринимаю Через ее Мир Да То есть Она просто забрала Меня в этот мир На время этого выступления И потом вернула Когда начались аплодисменты Потому что Это большой талант Потому что Это просто завораживает Как она подходит к материалу Та же совершенная вещь У Барышникова Который феноменально Может танцевать Какой-то странный Удивительный Казалось бы Вообще Несерьезный танец Что-то современное Но при этом Вы просто Вы не можете не плакать А казалось бы Ну И при этом он танцует Феноменально Классический балет То есть Вот это Подход к материалу Когда из очень простых движений Человек может Вытащить это глубинное содержание И при этом Быть очень разнообразным Очень ярким Очень харизматичным То есть Где упрощение А где нет Ну вот это Нам всем решать Если бы все было Как бы уже Если бы человек Был как компьютер Как только он хочет согрешить У него сразу Стоп Все было бы очень просто Мы все были бы ангелами Да А у нас Наш мир очень разнообразен Очень интересен Люди делают страшные вещи Ужасные вещи Прекрасные вещи И каждый день Вы выбираете Что вам сделать Съесть кого-нибудь Или Что-то доброе Мы ищем у композиторов Ответ на эти вопросы Я думаю Что композиторы Поэтому и пишут музыку Что им страшно важны Эти вопросы Поэтому они Пишут музыку Поэтому они Обращаются к слушателю Им хочется Этого контакта И естественно Они используют И очень простые элементы Как Там Толстой Про того же Моцарта Говорил Что ну почти Пошлятина его Мелодии В свадьбе Фигара Толстой вообще любил людей Ну да Он любил людей Он любил людей В чем-то он прав В том что эти мелодии Настолько просты Что в этом есть Уже элемент Какого-то такого Ну я не знаю Мы бы назвали это В современном Там Китча Наверное Да То есть что-то Очень такое Да Провокационное Все гениальное просто Хотя не все гениальное просто Ну я не очень в это верю Мне кажется Что все гениальное сложно Даже если оно кажется простым Значит оно очень сложно Оно настолько сложно Что ему удалось Спрятать свою сложность И вам кажется Что оно простое То есть когда Горовиц Играет Рахманинова Он делает это так легко Что кажется Что это Конечно Когда он играет Шуберта Кажется Ну вообще Практически не поднимая пальцев Сидит Все там Обалдеют Ну что Я тоже так могу Да Ну что это Это самое Да Даже лучше Вот Даже быстрее Немножечко И громче Ну и так далее И так далее Да Еще могу при этом Так сказать Я не знаю На камеру смотреть Куда-нибудь А он смотрит на свои руки Ну как скучно Да То есть Я думаю Что Вот Ну этот хороший образ Который мы нашли Сахар Всем нужен сахар Но вопрос Насколько много Этого сахара брать Насколько много Упрощать Сложное искусство Чтобы потом Его Воспринимать Так же Как мы Когда мы видим В каких-то передачах Картины Великих мастеров Но мы смотрим Телевизор Мы смотрим Передачу Но тем не менее Мы как-то приобщаемся К этому Но мы любим Джоконда за что? За то, что она сильно Распиарена Или почему-то По другой причине Ну я думаю, что Конечно, потому что Она сильно Распиарена Потому что если Когда приходишь в Ловар Всегда видишь, что Сидит куча людей Которые просто Ее пытаются Или в Вене Поцелуй Климта Тоже сам Я абсолютно уверен То есть это может быть Высшее достижение Художника Но очень обидно Что и этого художника В других его картинах Мы знаем мало И его современников Мы, может быть, знаем Недостаточно А это мы знаем Потому что это везде Ну вот так вот человек Вот поэтому Эти телефоны И аппликейшнс Все ловят нас На том, что мы Очень быстро Получаем удовольствие От какого-то Узнаваемого объекта И дальше вот все Все это как на удочку Мы нас уже поймали И дальше ловят Ловят, ловят Ловят из нас Уже время, деньги Все, что от нас нужно Но наше удовольствие Ведь может быть Сильнее и глубже Если мы будем Подходить к этому Серьезнее и глубже Я думаю, что поэтому Люди ходят на концерты Классической музыки Потому что им надоело То, что все Их кормят Чем-то очень быстрым И очень внешним Им хочется глубины Им хочется После сложного Рабочего дня Прийти не послушать Попсу А прийти послушать Вот того же Шуберта И в эти 50 минут Пока вы медитируете И слушаете эту музыку Вам придет Гениальное бизнес-решение Вы поймете Как свой стартап Сделать Приносящим миллионы долларов Вы действительно Уйдете на какое-то Подсознание И там вам мозг Даст гораздо более Классное решение Чем то, которое Может быть вы ищете Листая страницы Фейсбука и так далее Вот я в это верю И поэтому я играю Концерты Потому что мне кажется Что людям, которые приходят На эти концерты Им это нужно И это их жизнь Делает не только Духовно богаче Но это им Как-то помогает Жить в обществе 4 июля В концертном зале Дзинтери Андрей Асокин И Виртозы Москвы Приходите На нашу встречу Будет очень интересно Давайте слушать Классическую Хорошую музыку Спасибо, Андрей Что пришли Эфир провел Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев Всего доброго И до свидания